Всем привет! Сегодня мы будем с вами рисовать котенка в тыкве. Данный рисунок я нарисовала к предстоящему Хэллоуину, который будет 31 октября. Для рисунка понадобится 3 оттенка серых, черный, розовый, красный, 2 зеленых, желтый и 2 оттенка оранжевых. Как и всегда начинаю с наброска. Делю лист посередине. Далее отмечаю верхнюю и нижнюю границу рисунка. В нижней части листа рисую овал. В верхней части рисунка, немного сместившись слепее, изображаю овал. Рисую его более меньшим диаметром. Этот маленький овал будет головой котенка. Сверху, на голове котенка, рисую еще один овал. Это будет крышечка от тыквы. Убираю рисунок в сторону и достаю другой лист, на котором более подробно разберем анатомию головы котенка. Снова изображаю овал. Через наш неидеальный круг провожу линию, слегка ее закругляя. И еще одну линию накрест. Эти линии помогут нам в строении головы котенка. В нижней части изображаю еще один маленький овал. Слева и справа изображаю небольшие кружочки. Это будущие глазки. Изображаю еще один овал. Начинаю его рисовать с верхней части большого круга, проходя через центр маленького. Тем самым у нас получается еще одно пересечение линий. Немного отступая от этой линии, изображаю две полудуги. Немного отступая вверх от этой линии и рисую еще один маленький кружок. Это будет наш носик. Сразу вписываю его. Далее рисую ушки. Они в форме треугольников. И вписываю глазки в отверстия, где мы их наметили. Внешний угол глаза задран наверх. Чтобы внешний угол было нарисовать удобнее, я из внутреннего угла глаза провожу прямую линию под углом примерно 45 градусов. Чисто схематически наношу зрачки и придаю форму ушкам. Чтобы нашу мордашку было лучше видно, я обложу ее черным маркером. Предлагаю вам тоже потренироваться на любом ненужном черновике. Ну что ж, теперь приступим к прорисовке мордочки котенка. Повторяю все то же самое, что делали ранее на черновике. Рисую линии перекреста, маленький овал, из центра которого проходит еще один овал. Отступаю от этой средней линии. Рисую носик. Изображаю ротик. А теперь приступаю к глазкам. Рисую только одно ухо, потому что второе ухо будет накрыто шапочкой в виде тыквы. Рисовываю срез верхней части тыквы. Рисую бороздки, учитывая то, что они должны совпадать с нижней частью тыквы. Сверху рисую веточку. Добавляю два овала, это будут лапки. Рисую отверстие среза тыквы. Тетенок у нас сидит внутри тыквы, но у него свисает хвостик. На тыкве рисую прорези глаз. В виде треугольников слегка их закругляю. Также рисую треугольник в виде носа и рисую отверстия закругленные до рта. Теперь рисую бороздки на основной части тыквы, учитывая то, что их количество должно совпадать с верхней частью. Беру ластик и удаляю все жирные линии, оставляя слегка заметные. Снова обвожу рисунок карандашом, детализируя его. Шерстку котенка изображаю слегка обрывистыми линиями, придавая ей большей реалистичности. Прорисовываю лапки. В глазках изображаю кружочки. Они почти полностью заполняют глаз. Внутри зрачка рисую еще один круг, а в этом круге маленький кружок для блика. Обвожу тыкву. Прорези обвожу, но слегка отступаю от края и рисую еще одну линию. Это толщина тыквы. Снова беру ластик и стираю все жирные линии. Беру черно-гелевую ручку и обвожу глазки, носик, ротик. А также срез тыквы. Ввожу лапки. И рисую шерсть, также слегка заостренными линиями. Обвожу полностью тыкву, но бороздки обвожу не до конца. Центр оставляю без обводки. И вот теперь мы приступаем к самой интересной части нашей работы. Это к раскрашиванию рисунка. Беру зеленый маркер под номером 47. И закрашиваю цветную часть глаза у котенка. Левый глаз я сначала закрасила неправильно. Ну а потом я исправилась. В этом нет ничего страшного, так как середина у нас будет черная. Поэтому я закрасила одинаково оба глаза. Теперь беру зеленый под номером 53 и добавляю крапинок на зеленую часть. Далее беру светло-розовый под номером 147 и добавляю его на слизистую часть глаза. По краю глаза добавляю серого под номером 5. Беру черный маркер и закрашиваю зрачок. Глаза заметно оживились. Этим же черным маркером закрашиваю отверстие в тыкве, обходя небольшие кружочки. В тыкве у нас находится не только котенок, а кто-то сидит еще и подсматривает. Беру маркер под номером 5, серый, и закрашиваю толщину стенки тыквы. Теперь беру маркер под номером 31 и крашу им поверх серого. А также добавляю его вот такими закругленными движениями снизу и сверху тыквы, не забывая про срез. Поверх оранжевого добавляю серый под номером 5. Оранжевый закрашиваю не полностью. Далее беру маркер под номером 24 и прокрашиваю оставшуюся часть с округленными движениями. В центре тыквы оставляю светлые промежутки. Маркером под номером 44 заполняю все оставшиеся светлые части, а также размываю предыдущий цвет. Тем самым добиваясь более плавного перехода. Серым маркером под номером 5 слегка затемняю тыкву. Этот же серый добавляю под низ тыквы, рисую тень. Самым светлым серым размываю тень под тыквой. Теперь раскрашиваю самого котенка. Серым маркером под номером 5 крашу ему шерстку. Полностью закрашиваю ухо, потом прорабатываю его розовым. Беру самый темно-серый под номером 8 и прокрашиваю краешек хвостиком. После чего размываю его самым светлым серым под номером 1. Снова беру маркер под номером 5 и наношу его на мордочку, оставляя промежутки. Его же наношу на хвост, после чего весь маркер размываю самым светлым. Опять беру маркер под номером 5 и прокрашиваю все светлые участки на мордашке. После чего беру снова самый светлый маркер и размываю предыдущий цвет. Беру самый темно-серый маркер под номером 8. Обвожу нижнюю часть у мордашки, также часть, где переходит на грудку. На мордочке в районе усиков добавляю точечки в произвольном порядке. Также этого темного добавляю на лапки, не закрашиваю их полностью, оставляю белые промежутки. Беру более светло-серый под номером 5 и размываю поверх темного. Также наношу его еще на хвостик и на мордашку. Темно-серым маркером наношу вот такие линии на хвостик. Потом снова его размываю маркером под номером 5. Маркером под номером 8 добавляю темных участков под глаза, а также на ухо. Закрашиваю носик розовым маркером под номером 147. Беру красный маркер под номером 4 и рисую небольшой кругляшок на носике. И слегка спускаю вниз. Закрашиваю глазки внутри тыквы. До этого, кстати, я их прокрасила еще оранжевым. А также добавляю этого цвета на слизистую глазу. Буквально пару точечек. Беру зеленый маркер под номером 53 и прокрашиваю веточку у тыквы. После чего добавляю серого под номером 5. Немного добавляю его снова на шапочку у тыквы. Также его добавляю на саму тыкву и на шерсть котенка. И также рисую небольшую полоску под срезом тыквы на шерсти котенка. Немного черного добавляю во внутреннюю часть тыквы, там где располагается котенок. Далее беру темно-серый маркер под номером 8 и добавляю его под низ тыквы. Теперь беру белую гелевую ручку и рисую блики на спрятавшихся внутри глазках, в тыкве и на глазках у котенка. Немного белого добавляю на веточку. Также добавляю на лапки и шерсть. Засветляю край у ротика, подбородок, рисую небольшие бровки, а также добавляю усики. Усы рисую черной гелевой ручкой. Стараюсь их рисовать из точек, которые мы нанесли ранее. Также у кошек есть усики и сверху, где бровная часть. На лапках рисую когаточки в виде небольших треугольничков. Немного добавляю финальных линий. Снова слегка затемняю тыкву, прохожусь серым маркером под номером 5. И еще чуть-чуть добавляю беленьких бликов на глазки. И еще раз обвожу глаза черной гелевой ручкой. Сегодня мы с вами нарисовали вот такого милого котенка в тыкве. Надеюсь, вам понравился мой урок. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!